МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Приглашаем вас в киноисторию. Я Алексей Юдин. Наверх вы, товарищи, все по местам. Последний парад наступает. Я думаю, нет нужды пояснять, что за песня начинается с этих строк. Врагу не сдается наш гордый варяг. Давно стало народным гимном морской славы России. Но у этого гимна, конечно, существуют конкретные авторы. И тот факт, что слова этой песни написаны вовсе не русским патриотом, а австрийским поэтом Рудольфом Грейнсом, не может не озадачить. Конечно, то, что мы привыкли слышать или петь, звучит по-русски. Но на самом деле это лишь талантливый перевод стихотворения Грейнса «Дер Варяг», сделанный русской поэтессой Евгенией Студенской. При этом сам Рудольф Грейнс вовсе не был ни русофилом, ни поэтом воинской доблести. Так какую же силу несло в себе историческое событие гибели русского крейсера, чтобы так взволновать душу австрийского поэта? Кстати, впервые песня «Варяг» была исполнена на торжественном приеме в честь офицеров и матросов «Варяга» и «Корейца», устроенном в Зимнем дворце императором Николаем II 16 апреля 1904 года. А вот еще несколько неожиданных фактов, связанных с судьбой «Варяга». По окончании русско-японской войны японское правительство создало в Сеуле музей памяти героя «Варяга» и наградило командира русского крейсера «Всеода Руднева» орденом восходящего солнца. Японцы сочли, что русские моряки поступили согласно кодексу самурайской чести. Высокую награду от своих вчерашних врагов русский флотоводец принял, хотя никогда не демонстрировал ее публично. Кстати, японские моряки спасли носовой флаг «Варяга» при затоплении крейсера. В 2009 году этот флаг, хранившийся в Метрополитном музее корейского города Инчхона, был передан России. А в сентябре 2007 года память о «Варяге» была увековечена в Шотландии. Памятник легендарному крейсеру был воздвигнут в местечке Лендалфуд на берегу Ирландского моря. Ведь именно там, а вовсе не в Желтом море, закончился исторический путь «Варяга». Так в чем же заключается секрет неувидаемой славы русских моряков, подвигу которых воздают почести и свои, и чужие, и друзья, и враги? В нашей сегодняшней киноистории художественный фильм «Крейсер Варяг» производства 1946 года.